Сегодня модульная контрольная работа, она будет состоять, я в группе уже разместил, из двух частей. У вас должно быть или видео, или замена индульгенции за каждое видео, за каждое посещение, и выпускное видео. Сегодня мы с вами готовим выпускное видео. Вы разобьетесь по два человека. Один другому должен помочь подготовить материал для видео. Сначала один помогает другому, потом тот в отместку помогает ему подготовить своё видео. Ну, в отместку это шутка. Благодарность. А затем, я буду оператором сегодня у вас всех, я выберу фон, у каждого будет свой фон. И мы снимем видео черновик, который я потом обработаю и сделаю из него приемлемый продукт. Который будет на самом деле. На самом деле, опять же, в группе вы его не знаете. Пожалуйста, есть какие-то вопросы предварительные? Можно будет пользоваться докладами этими? Ну, нет, нельзя будет пользоваться. Я скажу, как... Вот в результате у вас должна быть вот такая штучка. Вот такой листочек. Ну, план. План вашего выставления. И мы сейчас проработаем следующим образом. Вы все будете моим помощником. То есть, я вам проговорю свои планы. Что я буду делать. И на каждом этапе вы мне будете помогать. Как потом вы будете помогать своему одному. Итак, значит, первое и следующее. По содержанию. Я сейчас проговорю, что будет в содержании моего выступления. И потом с каждого из вас, значит, вы слушаете и говорите, что мне добавить или что убавить. Или что будет лишнее. Вы мне помогаете готовить текст. Значит, называется так. Тело Конституции. Я так и оставил название. Ну, кажется, Тело Конституции хорошее. Там есть и такая интрига, и открывается держание. Значит, у меня тут два тезиса получаются. Конституция материальна, Конституция идеальна. То есть, вот эти два тезиса. То есть, Конституция есть в материи, и ее в материи не существует. И я всю свою речь поставлю на следующем. Я буду приводить то доводы туда, то доводы сюда. То туда, то сюда. Когда есть конфликт, это держит внимание. То есть, я приведу доводы, что да, это материально, а потом говорю, а нет, нифига. А потом да, материально, нет, нифига. И в результате будет результат. Пожалуйста, по поводу вот этих идей, скажите, какое-нибудь или замечание, или что-то не так. Завершающий результат будет? Да, в результате у меня будет, вот так вот называется, красота в устах смотрящего, Конституция в устах говорящего. То есть, вы даете право решать уже отчитающую Конституцию, материально она и... Ну, в конце у меня такая будет идея, что Конституция это то, что проговорено, что проговорено юристами. Вот в этот момент, когда материя соединяется с идеей, она и существует. Ну, только в этот момент, в этот момент. То есть, получается, вы не принимаете какую-либо из сторон, а соединяете ее... И вроде как синтезирует. То есть, у меня как бы идея есть в конце. Может быть, все-таки будет лучше определиться? В конце. Ну, вот я предмет синтезирую, как гиггер, гиггерянство. Я синтезирую. То есть, я говорю, и она и в... Ну... Терцун нон датор. Да, это нарушение закона логики. Но это же, терцун нон датор, это же формальная логика. А я выхожу на дилетическую логику. А в дилетической логике, это же как бы уже новое состояние. Конституция, это то, что проговариваются юристы. Да, может быть, в содержании видео сразу надо обратить внимание к телу Конституции, с точки зрения диалектического логика, чтобы не запутать. Тут надо смотреть, кто будет... Вообще зрители знают ли слово «диалектическая логика». То есть, надо смотреть, кто рецепиен будет. На кого раз. Если это академическая среда, то да, логично. То есть, я должен определить поле сначала, проговорить, говорю, я в формате диалектической логики. Или я в формате формальной логики. Ну да, спасибо Сергей. Да, с вас, с каждым что-нибудь мне... Что? Ну, что-нибудь помочь мне с моей этой идеей. Ну, я ничего, конечно, не могу. Совсем? Да. Оказывается, мне помогать? Это этично? Просто у нас в следующий год мы будем работать с этим. Какой-то у нас этично. Наверное, нет. Вы хотите быть этично? Да. Почему? Будьте, помогите. Вы приближете за какой-то год, и не вежливо. О, Господи, я как не вежливо. О, просто жить, и она закончится. Можно, пожалуйста, я видео с вами запишу, и я думаю, что я запишу. Но у меня не было три пары. Ну, что я могу вам сказать? А тут не важно. Что-нибудь легкое, не обязательно глубокое. Смотрите, идея-то, конечно, не моя задача, чтобы у вас было это формально. Да. Вообще-то. А моя задача, чтобы вы чему-то научились. Вы понимаете мою идею? Моей величи? Да. Можете что-нибудь мне помочь? Ну, например, помочь так сказать. Роман Гогович, прекрасно. Или Роман Гогович, фигня, это все. Это просто потрясающе. Спасибо. С чего вы начинаете введение? А, ну это, как бы, ну сейчас мы говорим об идее самой, об введении истории. Та самая про профили Волгога. Да, да, да. То есть идея будет с этим. То есть в самой истории будет заложена вот эта идея, которая в конце тоже будет продублирована. То есть такая цикличная композиция. Там вначале эта идея будет заложена как в истории, а потом в конце я вот развлечу, что идея в глазах смотрящих. Конституция в глазах читающих, в устах юриста. Да, пожалуйста. Блистательно. Одно слово. Это невежливо. Я понимаю, мне ничего. Я просто, я потерял связь уже абсолютно совсем, я не понимаю вообще, что нужно было делать и как это нужно было делать. Надо было записывать. Андрей, вот здесь вообще неуместно то, что ты сейчас говоришь. Смотрите, то, что у вас есть, отложите. Оно все равно у вас в голове, что нужно, что уже осталось. Уже ничего не осталось. Да, пожалуйста, Сергей. В СССР нужно, можно иметь сразу два тезиса, которые можно доказывать, да? Видите, сначала это у меня конфликтующие тезисы. А если они между собой не конфликтуют? Тогда у меня не будет интриги. То есть, не будет, потому что конфликт создает энергию, интерес. Ну, знаете, некоторые люди смотрят боксерские поединки или футбол. А это конфликт же за мячиком. Там непонятно, кто выиграет. Ну и здесь, как бы, ну, как бы, в начале, то есть, непонятно в начале, кто выиграет. А в конце, вот, я уже проговорил. Это идея борьбы. Хорошо. Значит, видение. Видение у меня история про вот эти три балерьефы, которые висят там вот. И подсознательная, ну, как бы, идея вот этой истории в том, что в любую форму можно залить разное содержание. То есть, например, по аналогии, что это конституция, вот это текст. Но каждый из вас, если вы юристы, заливаете туда свое. То есть, это форма. Это как вот этот Ломоносов, который там висит. А почему я думаю, что это Ломоносов? Почему немцы неправы, которые считают, что это Моцарт? Может, это Моцарт. Почему я считаю, почему я так уверен, что это Ломоносов? Тем более, мне кажется, что Моцарт лучше. Потому что Ломоносов вообще был, говорят, интриган еще страшный такой. А Моцарт, ну, тоже был неприятный. Но у Моцарта хотя бы там работа вся. Ну, короче, вот в конституции мы можем залить то, что мы хотим. Вот это история. Пожалуйста, есть про историю? Подойдет история или не подойдет? Почему проявляется динамика? Ну, история – это сама динамика. Там же происходит что-то внутри. То есть я там иду, увидел немцев, вот это я буду, опишу, как это все. А потом у меня там еще будет картинка. Ну, видите, когда вы рассказывали, на сбоку появится картинка вот этого. Портрета? Ну, да, наших вот этих портретов. Визуализация еще будет. А будет цикле? Ну, да, как бы, ну, набор такой клиповых, это же клиповая культура, будет набор всяких картинок, чтобы задерживать внимание. А на интонацию вы будете обращать внимание? Конечно. Какая она будет? Будет меняющаяся. То есть я постоянно буду то быстро, то медленно, то высоко, то низко. Буду постоянно медленно. Все-таки высоко не надо? Почему? Потому что это раздражает. Ну, не совсем уж. Ну, так уж не буду высоко. Ну, высоко. Чуть высоко. Хорошо. Следующее. Введение, заключение. Основная часть из трех идей у меня будет. Первая идея такая. Что Конституция материальна? Я говорю, скажу. Вы видели же президент, когда, на инаугурации президента, он кладет руку на Конституцию. Значит, Конституция есть? Да. Вот она такая красная. Вот это все. Красиво. И фотографию покажу. Вот они кладут свою ладошку на эту Конституцию. Значит, это и есть Конституция. А потом говорят, нет, это не Конституция. Потому что она же была напечатана после того, как ее приняли. Явно. Что это не та Конституция, потому что ее не принимали. Она точно такая же, как вот эта, покажу я, но она просто более красиво сделана. Это такая же копия, как и вот эта. Теперь ведь. Трейди, я скажу, ну, все-таки же был проект. Вот проект, ну, когда Конституционное совещание было, и они изготовили проект. И этот проект и был Конституцией. Он является оригиналом. Правильно? Нет, скажу неправильно. Вот у меня есть справка из Государственного архива Российской Федерации, где написано, что у них есть проект Институции Российской Федерации на 39 листах без подписи. Это тоже не Конституция. Потому что без подписи. Потому что не легализован. Да. Ну, мало ли, что это, ну, как бы это проект. И там не Конституция написана, а есть проект. Проект и Конституция – это разные вещи. Вот у меня есть документы юридические. И третье, я попытаюсь уничтожить Конституцию. Скажу, ну, вот она вот, раз это Конституция, раз она материальная, то, значит, она моя собственность. И, значит, я взял с собой эту зажигалку, я начну ее сжечь, а потом говорю, нет, 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 тут одного привлекли к головной ответственности за сжигание Конституции. Значит, она не сжигалку, значит, это что-то больше, чем собственность. Ну, значит, что это, что и влияется на этого тела. Ну, это все, вот такая идея. Значит, смотрите, на ведение минута на три части по минуте, на каждую часть и на заключение минута будет пять минут. Минут – это много. Поэтому нужно будет долго возвращаться, но вот. А, у нас нет еще вопрос. На три части какие в середине там? Ну, вот инаугурация. Что это инаугурационный материал. Что проект есть Конституция. И что, если считать, что она нематериальная, то, значит, мы можем ее уничтожить. То есть, получается, у вас три предмета обсуждения, да? Да, три стычки. Три конфликта. То есть, три конфликта, в результате которого я вот сделаю такой проект. Пожалуйста. Есть ли? Пожалуйста, с каждой помощи, чтобы мне, чтобы вы посоветовали. Да, я еще буду использовать визуальные образы. Это работа с вещью, поджигание. Мне надо будет тоже подсказать, как мне сделать. А, ну, из карманов зажигалку вытащить. То есть, ситуация у нас стоит. И будут визуальные образы. То есть, если я буду говорить о инаугурации, будет фотография президента. Если я буду говорить об этих картинках, ну, брельефах, будет картинка брельефа. У вас тоже может так быть. Если вы поставите, то я вставлю ваше видео. Картинка брельефа. Пожалуйста. С каждого по совету. Потому что вы сейчас будете коллегам своим тоже так делать. Удальше все-таки не болтаться из стороны в сторону, приводя один аргумент за, а один аргумент против. Меньше сделать. Лучше вообще сосредоточиться на одной позиции и упомянуть, как о том, что полярная позиция имеет место быть, но не более. И это будет неинтересно. Нет. Если вы уходите со стороны в сторону, вы привлекаете внимание. Может, имеется в виду слишком часто? Может, не надо так часто? Три конфликта вполне хорошая. Ну, как вот нивелировать вот это вот шатание? А зачем? Стабилизировать. Ну, а чем стабилизировать в конце? То есть, если оставить это шатание, но стабилизировать, может быть, заключением более четкое? И заключение более четкое. И все-таки надо показать, какой именно позиции вы придерживаетесь. Надо определиться с позицией сначала с новой. А зачем? Тогда не будет интриги. Они сразу поймут, что я выкзываю за красным. А интрига должна быть в том, что читатель сам не знает эту тему. Читатель или зритель. Нет, в принципе, можно выбрать одну позицию, но потом себе же противорить. Ну, сказать, ну вот, ну как бы, ну вот это не нужно. Можно позицию выбрать. Почему у вас вообще стоит цель кого-то заинтересовать? Привлечь внимание? Для чего? Это называется хорошая история, которая цепляет. Нет, вообще. Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем, да. Чтобы научиться выступать публично. Чтобы донести свою позицию. Ну, смотрите, юрист – это человек, который убеждает других. Юрист, который не убеждает других, он не убеждает. Он профи не убеждает. Он может не предмет, а теорика решена на технологии формальной войны. Как это связано с защитной деятельностью? Ну, логика – это то, что убеждает. Потому что то, что нелогично, то убедить не может. Это какой-то мусор. Если юрист не соблюдает законы логики в совершении своих действий, например, при подготовке документов или в ходе произнесения своей речи, то его речь пуста. Ну, как бы в ней нет идей. Потому что логика дает идеи его речи. В жизни очень много. Я видел приговоры суда, например, в которых вообще нет логики никакой. Видел море юридических документов, которые нелогичны. И это проходит в большей части. Но до того момента, как не напорится этот документ на логичного юриста. Как только он напарывается на него, а я считаю, что его все-таки второй уровень, да, магистр? Это вот юристы, на которых напарываются. И он говорит, ну как, вообще-то концы концами не стоймится. И все, и разрушается. Вот для этого у вас, Маза Ильич. Да? Практика показывает, что даже логика не помогает аудиторию на логике. Значит, недостаточно, что-то не было правильно подобрано. Можно все делать в предвзятости? Ну, в риторике там, кроме логики, есть еще и топос общий. Если вы не нашли общий топос аудитории, то ли вас не поймут. А какой у вас общий топос? Образование. Место. Видите, ну смотрите, вот она сейчас стала меня критиковать. По какому основанию? А в основании она разрушала общий топос. Она говорила, для меня образование – это формальность. Это получить диплом. А у меня топос – образование как что-то новое, как развитие. И когда она разрушала мой топос, тем самым она критикала. Это один из способов разрушения. А понятно. Разрушение общего топоса. Он говорит, у меня другие ценности в этом мире. В этом мире ценности бумага, удостоверение, диплом. Вот есть все, нет – нет. А ваше образование, развитие, оно нафиг никому не нужно. Ну это ваше субъективное мнение. Ну я так вижу. И как вы считаете, смогли ли вы переларить эту тарифу и убедить его обратно? Нет. А при следовании у вас есть такая цель? Да, Ирина, с вас какой-то. Что здесь добавить? Я бы хотела уточнить насчет заключения. Может быть остановиться просто на акте поджигания Конституции и завершить этим? То есть без заключения не будет? Самое предыдущие. Заключения не будет. Ну а если, допустим, его как-то перенести, вот именно вот эту работу с предметом перенести в конец? Посмотрите, оно в любом случае у меня построено по театральному сценарию, где высшая точка в самом конце. Кульминация? В кульминации. Но кульминация не в самом, прям не под занавес идет, а там должно быть время для остывания аудитории. То есть кульминация кульминации, а потом идет остывание. И вот это вывод, это остывание. А будет ли воспринимать аудитория тот вывод, который будет после кульминации? Возможно, они будут еще в моменте, в нашем случае, поджигания, и то, что вы скажете потом, какие-то слова утратятся, потому что они будут думать о предыдущем. Попадут слепое пятно, да, есть такое вывод. Но обычно, знаете, слепое пятно попадает в видение всегда. Да, потому что никому не понятно, о чем будет в этом. А заключение, вроде бы, как бы, ведь мозг разогнан, и он будет восприниматься, то есть идея, что он воспримется. Ну, риск, да, есть. Да, спасибо, я подогнал. С вас. От меня вы ничего не добьетесь. Почему? Не знаю, просто так. Да ладно, все, не идти. В любом случае надо при выступлении использовать какие-то простые примеры, простые для понимания простого пользователя, который не обеспечен знаниями Конституции или вообще какой-то юридическим. то есть по-простому, что люди могли видеть в своей жизни. Да, чтобы они могли сравнить, ну, чтобы понять то, что вы говорите, сравнив это с простыми, вот, бытовыми, любыми какими-то понятными действиями, либо, примерно. то есть расширить аудиторию за счет упрощения текста, ну, чтобы на широкую аудиторию ушло. Да, у меня такая цель, да, как можно больше людей зацепить. Ну, хорошо. Спасибо. Видите, добьется. Вы ведь не добьетесь. Я все-таки... Вывод, который будет в истории у вас, он будет соотноситься как-то с текстом эссе? Ну да, то есть... Или быть с выводом самого эссе? Да, то есть, тело конституции существует, но это даже не важно, ну, это важный элемент, но не окончательный. Это тело имеет смысл, когда оно соединяется с идеей. То есть, когда юрист берет текст конституции, начинает его читать, тело, идея совмещается, и возникает конституция. То есть, если мы сейчас ее закопаем, и никто ее не увидит, это не... Ну, тело останется, но конституции не будет. Если она нигде не будет зафиксирована, будет одна идея, это тоже не останется. Нет, это не конституция. А когда это совмещается, это конституция. В устах жрецов. В устах понимающих. Это в устах юристов. Да, Эмин. Это не вопрос. Это не вопрос. Какой-нибудь совет. Совет. Хорошо. Итак, у нас 20 минут на подготовку. Один готовит другого, потом ко мне сигнализирует, и я записываю. Еще в прошлом веке со мной был такой случай. Когда я учился в Волгоградском государственном университете, я поднимался один раз по ступеням у главного входа. А у нас там перед главным входом висят огромные барельефы. Мы все так думали в будущие студенческие годы, а кто там изображен? Ну, часть мы знали, кто изображен, а часть... И вот я поднимаюсь один раз по ступеням и смотрю группу иностранцев. Иностранцев сразу видно, потому что они все время о чем-то говорят. Говорят, говорят, причем громко. Я слышу, говорят на немецком языке начнемцы. И они показывают пальцем на один из барельефов и говорят Моцарт, Моцарт, Моцарт. Я думаю, какой он там Моцарт? Там наш Ломоносов. И вот только сейчас, уже в 21 веке, я думаю, а почему собственно Ломоносов? Почему, собственно, они не правы? Да, барельеф есть, форма какая-то есть. Но почему я в эту форму загружаю только свое содержание, что это Ломоносов, а не Моцарт? И когда я стал юристом, у меня возник вопрос, а есть ли у Конституции тело? Ну, такое тело? Тело – это материя. Конституция, она материальная или идеальная? Ну, давайте подумаем. Вот, например, всем известные кадры инаугурации президента. Это когда президент берет свою ладошку, кладет, ну, не на Библию, потому что у нас светское государство, а на Конституцию и произносит определенные речи, определенные фразы. Вот эта вот красивая красная Конституция, может, это и есть она? Может, он кладет свою длань, свою руку именно на вот эту Конституцию? Нет, думаю, я. Вы знаете, вот у меня есть, например, Конституция. А чем она отличается от того президентской? Да, там она дороже. Да, она красная. Но и та Конституция была напечатана после голосования, которое произошло в 1993 году. И это после голосования. Значит, моя Конституция, вот эта родная, ничем не отличается от президентского условного Конституции. Так что все-таки в Конституции есть тело или нет тела? А вот как? Может быть, когда был, ведь Конституция как принималась? Было сначала конституционное совещание. И на этом конституционном совещании, кстати, те, кто там участвовал, я лично знал этих людей, они принимали участие, они разрабатывали эту Конституцию. Может быть, вот тот проект, вот тот текст и является телом Конституции? Может, он где-то хранится и мы можем прийти и сказать, вот она, эта Конституция? Нет. Нет. Вот у меня здесь прислал, мой подписчик прислал интересный документ. Он обратился в Государственный архив. Я, кстати, не додумался. Он обратился в Государственный архив, ну, юрист, с официальным запросом, говорит, можно посмотреть Конституцию? И знаете, что не ответил? Читаю. В ответ на ваш запрос о наличии в Государственном архиве Российской Федерации подлинника Конституции Российской Федерации сообщаем, на запятах, что в архиве имеется проект Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на 39 листах в скобочках без подписи. Это черновик Конституции хранится в архиве. А оригинала нет. Значит, тело Конституции также не существует. Ну, подожди, вот, в другой смысле, никак не существует. Ну, вот. Вот Конституция, да? А, это не Конституция. Это проект, что ли, какой-то документ. Это причем моя собственность. Например, если это моя собственность, могу ли я, например, ее распорядиться? Я тебя обрабатываю. То есть, я могу, например, ну, это же моя, мне ее подарили. Это полностью моя собственность. Не купил, но мне подарили. Могу я, например, сейчас ее сжечь? Ну, это же моя собственность. Если это собственность, значит, собственник имеет право распорядиться своим имуществом. Я что-то вспомнил, я видел, какой-то видел мальчик, ему не дали жилье, он был без родителей, ему не дали жилье, и он под видео взял и разорвал Конституцию. Его привели к ответственности. Несколько я помню, 20.1. Это оскорбление Конституции. Значит, если я не могу ее сжечь, не могу даже порвать, значит, это не моя собственность, значит, в ней больше, чем просто бумага. Значит, это правда текст, может, правда, это и есть тело Конституции, которое держит в руках. Я думаю, так. Конституция существует только в устах юристов. И только в устах юристов. То есть, когда юрист берет текст и начинает его читать, именно в этот момент происходит чудо. Возникает Конституция. Читайте Конституцию. Это не только полезно, но и дает ей жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok